Хе-хе-хе-хе-хе-хе Вот сегодняшний бюджет А если присесть, чтобы... Всё рассыпалось! Всё рассыпалось! Ну, единственный доказал, что он гитаросексуалист недавно Доказал? Да! В этой прекрасной лаборатории мы нашли потенциостат, измеряет потенцию Супер аппарат! Это просто шикарно! Я вам как скажу, это Версаль! Вперёд! Игорь, расскажи, куда мы сейчас приехали? Что будет происходить? Мы приехали, в ТККП Вот, вот сегодня Сегодня здесь проходит технологический фестиваль Он прославляет парней-изогротов Физиков, химиков, и сопраманчиков Сейчас очень... Мальчик-сопраманчик это самое сексуальное, что сейчас есть, короче вот сегодняшний бюджет это то что нам организаторы заплатили ну а то это задаток но я вам скажу широк это бабло все-таки не надо завидовать в студенческие годы важно что в первую очередь не подцепить какую-то заразу лидерическую с этим надо бороться и об этом будем со сцены сегодня говорить чтобы ребята держались держались пять курсов путь долгий всякое можно они все умеют они заметили что я заметил они готовятся встречи с молодыми новинцы доказал что он гитро сексуалист недавно он расцветировал марк собарских и сказал что мы такую гомоцать но не пойдет короче ребята мы почекались идем в хогвартс покажите идем в хогвартс посмотрите в общем все отлично только как видите идет небольшой дождь не знаю видно не видно я верю мало что она промокла ей надо еще воды посмотрите там казематы старинные подписались на него посмотри какие рафлеры Ребята, мы, короче, нашли здесь, в этой прекрасной лаборатории, мы нашли потенция стат, измеряет потенцию. Супер аппарат. Знаете, как измеряют? Нет, подожди, ты не можешь здесь ничего померить. Игорь или Паша. Ты так за рук, зайдешься на рычажки, куда вставлять? Не, вот так пенисом трешься об стол вот так, короче. Ты здесь вмеряет, она тут, стрелочка поднимается и не опускается. То есть это ноль, показывает сейчас. Да, да, да. Ну, лучше это не пить, потому что посмотрите, что, ребята, происходит. Это какая-то мочевина выступила. Мочевина выступила. Еще тут эксперименты над людьми. Для ректального осмотра мы нашли перчатку, ребята. Никому не надо простату проверить. Снимем реакцию Игоря, как он увидит впервые сельпо. Он никогда не видел раньше сельпо. Слушай, кто-то новая какая-то стена технология. Мне нужно с вами на ленд-куджочек. Сейчас должен посмотреть на это. Там объемная сельпо. Маленький эльф там выглядывает на замок руки. Человек никогда не видел сельпо. Это как ваймапс. Это прямо как ваймапс. Рука прямо. Но если присесть, чтобы все рассыпалось. Все рассыпалось. А я так чуть подползти сюда. Все полностью поплыло. Все поплыло. Давай я сниму, чтобы люди понимали, о чем речь идет. Смотрите. Это магазин сельпо. Просто Игорь никогда не видел сельпо. Он живет в центре. Там таких гадюшников нет. Вот. Первый раз видит сельпо. Самый крушенный, реально, когда ты вот шел. Смотри, вот. О, за что там снимаешь? Так а тут, блин, не видно. Блин, это надо близко. О. Нормально. Подняли настроение. Можно и на концерт теперь. Спасибо, сельпо. Ты даже, это, за настроение. Восприятие магазина даже поменялось немножечко. Расскажи, что ты хочешь взять? Ну, что вы сказали, как обычно. С лисичкой. С пивом. С пивом. И лисичку. Да. А почему нельзя брать лисичку? Напомни. Нельзя такая, как фестиваль, потому что может случиться по носу. Так, а где же алкоголь-то? Ну, тут пивчанский. Наверное, бухло там. Наверное, тут. Вот здесь. Можете дать советы нашим подписчикам, как правильно выбирать бухло? Лучше всего довериться вкусу женщин. Если пришел женщина в супермарк, она должна сама выбрать алкоголь. Тут еще дело такое, что, во-первых, надо просто довериться ее вкусу, а во-вторых, если ты не доверишься, то потом же будет митье. Митье, и она еще может не дать вам вещи. Мы только что хотели украсть стаканчики, но решили, что это будет очень большой скандал, если нас поймают за украшу стаканчиков. Поэтому мы решили их купить лисички. И не такую, как у Кобзона. Друзья, мы сейчас находимся в КПИ, и мы будем делать обзор местного туалета. И будет это делать специалист по туалетам Эльвира. Ничего себе. Я думаю, что я смогу уступить свое экспертное место Игорю, потому что все-таки... В женском туалете. Да, кстати. Если вы решили, что мальчики купим женский туалет, а девочки мужское, чтобы отсидеть свойство. Так, идемте искать туалет. В общем, мы идем по этому прекрасному коридору. Можно спросить где туалет? Да нет, туалет здесь. Ну что тут? Ну я всегда мечтал побывать в сцену в корпусе КПИ. И вот занесла судьба простых музыкантов из андеграунда прямо в колыбель институтской жизни в Киеве. Вот так вот? Смотрите, какая результат. Но где же туалет? Ну, мы уже не того, как мы уже слили в Кулеме. Ребята, КПИшники, если вы знаете, где туалет здесь, пожалуйста, напишите. Нам сказали идти сюда. Нет, тут кафе давай к полой. Вот он, ребята. О, потрясающе. Посмотрите, это просто шикарно. Я вам как скажу, это Версаль. Я лучше туалета, двери в туалет я в жизни не видел. Блин. Это туалет имени Альфреда Хичкока. Это Хичкок, да, смотрите. Посмотрите. Туалет имени Альфреда Хичкока. Говорят, лично, когда приезжал, он воспользовался. Мы сейчас откроем, а потом так... Ну, шо вам сказать. Порошее, хорошее. Петухи есть? О, так чувствую самая московеческая жизнь. Не, ну как? А вот курят, как вы думаете, когда в этих туалетах? Ну, это порицается. Я сейчас вас тут закрою. А ты можешь подержать камеру, пока я сделаю дела? Что? Нет. Она работает? Нет, это глянская таблетка. Игорь, Игорь, расскажи, по шкале от 1 до 10 этот туалет как тебе? Ну, у меня дверь прекрасная, а то, что скрывается за дверью, она зачаровала динамичками. Такое... Я считаю, что не стоило делать ремонт туалета, потому что она была вставлять... Не соответствует стилю ретро? Да, да, потому что она была вставлять ретро не такими же, как были раньше. Дырка в деревянном полу. Вот это благоухающее отверстие. Знаешь, что есть много видео? Паша, ты расскажи, что, как тебе? Нормально сходил? Ну, нормально, в принципе. Комфортненько. Двери есть, уже хорошо. Так, ну, лично я ставлю 7 писсуаров из 10. Дверь очень хорошая, туалет светлый, просторный, но присутствуют потусторонние запахи. Как бы... Ну, как сказать потусторонние? Даже не потусторонние, это те запахи, которые там и должны находиться. Такое, что похорить, как в этом городе. Слушайте, я выступаю с легендарной группой Борщ. Там играют Пипа из Доренко. Это чуваки, которые группу ВВ започаткували, когда-то еще даже до скрипки. Они там... Время, как вставали? Туда он идет? Нет, это на сцене. Отлично. А где мы находимся? Мы находимся... Я думаю, что я буду сразу на встречу. Редактор субтитров А.Семкин